А у вас все еще нет новогоднего настроения? Не беда, я знаю, как это исправить. Новогодняя ярмарка, приключения в мир волшебства и праздника. И кажется, я где-то видела Деда Мороза, который 100% знает, как поднять новогоднее настроение. Все ли письма доходят до вас? Конечно, я стараюсь прочитать все письма. Вот мы с Снегурочкой каждый вечер садимся и читаем. Конечно, я помогаю своему дедушке. Классно. А теперь главный вопрос. Что чаще всего у вас просят студенты Иркутского политеха? Они просят знать сессию успешно. Но я всем говорю, что если сам не потрудишься, ничего не получится. Я, конечно, помогу, но самому нужно стараться. Ну что, Деда Мороза встретили, а сейчас самое время узнать, что на самом деле попросили студенты Иркутского политеха в своих письмах. Написал ли ты письмо Деду Морозу? Нет, я забыл. А будешь писать? Да. А что, будешь просить? Ничего не придумал. Я придумаю что-нибудь очень стоящее. Ну давай помечтаем. Если в мечтах, то сдать сессию. А если по факту, то... Ну, я не знаю. Там килограмм мандаринов, например. Да, так и сделаю. Килограмм мандаринов. Да. Пожелала большой ноутбук. Большой прям, большой-большой? Да, чтобы всю комнату в общаге занял. Очень нужен для градостроителя. Написала ли ты письмо Деду Морозу? Скоро напишу. Что будешь просить? Я думаю, пожелать отличного, хорошего, большого финансирования политеху в следующем году. Итак, вопрос. Написал ли ты письмо Деду Морозу? Ну, Деду Морозу нет. Хорошо. А почему ты не писал письмо Деду Морозу? Я в него не верю. А Михаила Викторовича верю. Новогодняя ярмарка и вправду волшебное место. Увидеть Деда Мороза со Снегурочкой, попробовать различные угощения, а также посетить тематические мастер-классы. После такого новогоднее настроение не помещается в стены Иркутского политеха. Ну что, в волшебную атмосферу окунулись, а сейчас самое время бежать писать письмо Деду Морозу. Новый год через 11 дней.